Партизанскими тропами в парке имени Степанова прошел исторический квест, посвященный событиям 1942 года. В то время с фашистскими захватчиками боролись больше шести тысяч партизанских отрядов, в которые входили по разным данным около миллиона человек. Мы хотим рассказать сегодня о героях партизанах, то есть о Кавпаке, о Кузьмине, о маленьком герое-партизане Юрии Жданко, то есть обо всех тех героях, которых тоже необходимо знать молодому поколению. То есть об этом сегодня посвящен наш исторический квест. В квесте принимают участие 70 школьников. Ребят разделили на команды, где каждый смог почувствовать себя бойцом партизанского отряда. На войне, как на войне, участникам одновременно раздали маршрутные листы с краткой биографией известных партизанов. Историческая сводка о героях дана не просто так. Прежде чем приступить к заданию на любой из станций, ребята должны ответить на несколько вопросов организатора. На станции трекер у них спросит об этом, то есть, естественно, им нужно будет это запомнить. Будут наводящие вопросы, чтобы трекер узнал, шпионы они или настоящие партизаны. Когда ребята это ответят, дальше уже будут выполнять задания. То есть задания совершенно разные. Возможно, где-то опять же на логику, где-то на сопоставление каких-то фактов, знаков. Возможно, местности. На многих станциях важно проявить логическое мышление, как шутят сегодня, партизанское. На этой площадке участники учатся ориентироваться в темноте. Им просто завязывают глаза. На этой территории, на деревьях, на стволах, на вот этом деревце, вот где-то вот развешаны буковки. Ваша задача найти закрытыми глазами эти буквы. Только не втрывать. Потрогать их. Подумать, какая же это буква. Из найденных букв ребята должны составить слово. Только отыскать заветные картонки на довольно обширной территории непросто. Определить на ощупь, что это за буква, иногда бывает еще сложнее. Затем нужно сообщить капитану о находке. Чтобы не возвращаться, ребята кричат с места. О! Алина! О! О! О, кто же! Интрига сохраняется до конца. Ребята не знают, сколько получили баллов. На листке ставится кодовое слово «отметка», которое и обозначает оценку. В квесте был задействован почти весь парк. Ребята остались под впечатлением. Очень много школьникам удалось узнать о вкладе партизанов в победу в Великой Отечественной войне. Они собирали разведанные в ходе каких-то сражений. И находили скрытые отряды противника. В квесте я участвую не первый раз. Я тарадыша не участвую не первый раз. У них интересные квесты, интересные задания. По партизанским тропам, стоит отметить, прошли не только ивановские школьники. Игра проводится по всей стране. В нашем регионе победа досталась команде школы номер 50. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.